МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Мероприятие в Сен-Валиде-Тиен. ООН опубликовала добровольный национальный обзор Республики Арцах. Землетрясение силой в 3,7 балла зафиксировано в 20 километрах к северо-западу от Марта-Керта. Китайская армия запускает новую глобальную стратегию предотвращения кризиса. Помпео обвиняет Иран в поддержке терроризма на заседании Совета безопасности ООН. Группа экспертов ЮНЕСКО проводит исследования в Дюмри. Античная пещерная гробница в Себастье. В рамках 75-й годовщины высадки в Провансе в прошлый понедельник в присутствии знаменосцев Франции и Западной Армении под эгидой Жана Газарусяна и Врежа Абрамяна президент Арманак Абрамян принял участие в церемонии в Сен-Валье-де-Тие как дань бойцам, которые пали на поле чести. Церемония была организована ратушей Сен-Валье-де-Тие и президентом знаменосцев Жаном Жаком Гаем. В Организации Объединенных Наций в качестве официального документа распространен добровольный национальный обзор по реализации в Арцахе целей устойчивого развития, изложенных в повестке Дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. Об этом сообщает пресс-служба МИД Республики Арцах. Документ представляет собой всеобъемлюющий обзор политики, проводимой властями Арцаха в целях построения демократического государства и обеспечения экономического, социального и культурного развития на основе права народа Арцаха на самоопределение, отмечается в сообщении. В нем представлена информация о прогрессе в деле реализации конкретных целей в области устойчивого развития, которые достигнут, невзирая на исходящие от Азербайджана серьезные вызовы в сфере безопасности, а также угрозы физическому существованию населения Республики Арцах. Текст документа опубликован на официальном сайте ООН. Сегодня, 22 августа в 9.41 по местному времени, сейсмической сетью службы сейсмической защиты МЧС Армении зарегистрировано землетрясением огнедудой в 3,7 баллов в 20 километрах к северо-западу от города Мортакир в Республике Арцах. Гипоцентр землетрясения залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 5 баллов. Землетрясение ощущалось также в городах Горис, Ноэмберян, Шуши, Карвачар, Мартакир и Степанакир силой в 3-4 балла, а также Драмбон и Атерк. Арцах силой в 4 балла. Народно-освободительная армия Китая с учетом происходящих в мире изменений переходит к новой стратегии по предотвращению кризисов. Об этом заявил в четверг глава Центра по изучению войн Академии военных наук КНР Чен Жунди, сообщает ТАСС. Во всех докладах, которые публиковались прежде, мы отмечали, что придерживаемся стратегии по принятию предварительных мер и оказанию противодействия при проявлении агрессии с чьей-либо стороны. В недавно выпущенной «Белой книге» оборонная стратегия была сформулирована по-новому как «развертывание и противодействие», объяснил он на пресс-конференции. Зачем нам понадобилось менять формулировку? Китайская армия продолжает развиваться в ногу со временем, и наша новая позиция – контролировать кризисные ситуации и подавлять конфликт, предотвращая именно войну. Госсекретарь США Майк Помпео в своем выступлении в ООН призвал к расширению международного сотрудничества, чтобы положить конец проблематичному поведению Ирана в регионе и за его пределами. Исландская республика Иран и подконтрольные ей силы продолжают провоцировать террор и беспорядки в Ираке, Ливане, Сирии и Йемене, что влечет разрушительные гуманитарные последствия, заявил Помпео на заседании Совета Безопасности по проблемам безопасности на Ближнем Востоке. У международного сообщества будет достаточно времени, чтобы оценить, сколько времени осталось до того, как Иран сбросит с себя оковы и вновь начнет создавать нестабильность и понять, что нужно сделать, чтобы этого не произошло далее, отметил Помпео. Посол Ирана в ООН Маджид Тахт Раванчи возложил вину на усиление напряженности в регионе на военное присутствие США, их выход из соглашения по ядерной программе и иранофобские заявления Вашингтона. «Мы не стремимся к конфронтации, но мы не можем и не будем оставаться равнодушными к нарушению нашего суверенитета», заявил Раванчи членом Совета Безопасности. «Поэтому, чтобы защитить наши границы и интересы, мы будем активно пользоваться нашим неотъемлемым правом на самооборону». Представители директората ЮНЕСКО по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации находятся с рабочим визитом в Гюмри. Как сообщает Армен Пресс, специалисты всемирного культурного наследия изучают охрану здания исторического центра города и разрабатывают руководство с местными специалистами. Такое техническое исследование чрезвычайно важно, поскольку для номенклатуры ЮНЕСКО необходимо два компонента – это оценка, защита и сохранение. Эксперты говорят, что исторические здания города были серьезно повреждены, и ноги из них даже рухнули. Но не о чем беспокоиться. Гости отметили, что включение в список – длительный процесс, а в городе должны быть уникальные ценности, которые армянская страна должна подтвердить. Прежде чем стать частью наследия ЮНЕСКО, Гюмри следует включить в предварительный список исторического наследия Армении, после чего ЮНЕСКО проведет оценку. Деревня Акчакали в Себастье и Западной Армении привлекает следами многих цивилизаций и местонахождение пещерной гробницы. Об этом месте много говорят. На скалах бывшей колыбели многих цивилизаций находится могила древнего короля, история которого не совсем известна. Но, как говорят, она восходит к хеттским временам. Часть пещерной гробницы в районе древнего поселения была разрушена. Известно, что этот район называется Калетепе, где жили армяне. Также следует отметить, что экологи рассматривают это место как место рождения Иисуса Христа. Однако сегодня в этих пещерных античных гробницах с разрушенными колоннами плетут гнезда ласточки и воспитывают своих детенышей. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию Андроник Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!